друзья привет 11 января мы с вами снова вместе если вы заметили я веду параллельно две работы одна это вебинары вот там я в основном общаюсь но есть особые люди особые случаи я выделяю отдельные фильмы один из них это мое открытие мое личное открытие если человек с невероятным мировоззрением опытом смелостью потому что не каждый бы осмелился взять и написать вот так вот так вот я салеварей александрович сумская область город ровно вот то есть все наше нетрудное время все вот таким вот образом вот значит мы общаемся дальше поехали это все надеюсь пригодится не только нам при взаимном общении но и другим людям внимание это кажется будет эта серия приветствую валерия константиновича хочу сразу сказать что моего героизма здесь нет это моё хобби мой хлеб чем я живу кулон хасанского это ваша заслуга и оценил ее мальков такими словами которые мне написал косточки на вес золото это говорит о новом на украине пока персик этот еще не до оценен сейчас я скидываю ваше видео моим друзьям знакомым с садоводом с интересом они просматривают кому я скинул ссылку вы были правы не простое время мы толкаем этот персик по планете я искренне рад нашему знакомству дружбе ну и параллельно получается проверка на вшивость моём кругу общения убеждаясь друзья познаются и в радости многие не разделяют мою радость дружбы и общения с вами я понимаю как узлак этих круг людей как далеки они от садоводства кто мыслит глобально как фермер который 6 килограмм сходу купил купил конечно по сбросовой цене ребята я перебил своего друга валерия знаете почему вы что думаете что такое 6 килограмм может вы подумали персиков плодов косточек подбросовой цене у нас бы 6 килограмм косточек так смотрите вы видите вот на экране я должен был прервать обязательно вы видите на экране это его фотография это он кому-то отгружал 3 килограмма косточек так а 6 килограмм а у него получалось килограмм это где-то штук 800 3 килограмма это 2 400 6 килограмм это это пять пять тысяч косточек а я валера ты бы у нас сразу бы миллионером стал вот ну чё хочешь мне до инфарта довести если вам сказать и перевести на доллары килограмм этого пексика 800 гривнов это 20 долларов и что такое косточки на вес золота на урале но ждем результатов отослал я и во львовскую область черновицкая область в прошлом году я отослал саженцы одному интересному питомниководу который укореняет персики зеленым черенкованием я ему отослал на поме селекте приросты небольшие совсем маленькие в этом году у него не получилось дополнительно весной ему пообещал виде эксперимента бесплатно выслать корни собственные важен очень результат также привитые на манджурском подвое и поме селекте еще прошлом году я выслал известному питомниководу черкасской области коломеец иван николаевич ну пока результатов в этом году нету особых как он сказал я с ним связывался так что ждем ждем но я думаю в этом году будут уже результаты и надеюсь на положительные да еще один момент это года три-четыре назад я искал биолаборатории связывался днепропетровск в черниговской области да за большие деньги в днепропетровске немного дешевле черниговской области брались клонировать из одного побега там двух трех тысячи саженцев они могли сделать именно хасанского только остается перспектива применения и все остальное так не имея конкретных данных я располагаю чувствами только чувствами вот клонирование на уровне клеток так называемое микро клонирование оно учитывая что персики так очень-очень это же субтропики должны быть и так очень-очень на пределе выживания даже на украине вот пометика на ударе 20 градусов и вот получится что вдруг потратил деньги получил клонированные персики можно оказаться вообще ни с чем потому что они на мой взгляд вот плохо быть электроградом не проверяя говорю скорее всего все это будет мертво при прочих равных условиях рядом вместе с этими сельсами персиковыми микро клонирование я сто раз об этом говорил поднимал панику это тупик натуральный это овечки доли как вегетативно зеленое черенкование на ваш взгляд значит по маньчжурскому что не все поддаются но есть отдельные деревья как мне сказал черновицкой области он укореняет именно маньчжурский саженцы он мне выслал укорененные все четко подтверждаю я их себе высадил так брат давай будем уточнять мы говорим о разных вещах лаборатория занимается изодорога микроклонированием они превращают ветку пульпу потом помещает не так начали раздалбливает помещает пульпу потом питательный раствор и множество клеток имея такую особенность превращаются микродеревья потом их берут пинцетиком высаживают и они растут как настоящие деревья на самом деле это деревья как клоны вот я говорю они абсолютно непригодны а укорененные там другой принцип вот я сам занимаюсь укоренением это нормально я шелковицу укореняю вот все кустарнику укореняю а шелковицу это дерево кстати вот яблони укореняет это обычная практика вот еще раз говорю я имел ввиду ту лабораторию если она выдаст эти самые клончики их надо сразу выбрасывать а укоренение обычно способа ничего особенного нет это нормально вот это вы говорили о разных вещах вы упомянули лабораторию вот а я это уже критиковал много раз может быть вопросы не видели но пока что жду вас сегодня на вебинаре покажу несколько ваших фотографий и скажу что вы мой друг вот и расскажу что мы братья мы братья мы садоводы мы братья так я тут накопился материал уже на третий фильм вот если первые два вас устраивает как этого самого собеседника как коллега то третий фильм будет в таком же ключе вот да валерий константинович с вас отличный менеджер к тому же не оставите без хлеба и друга с украины который и без пенсии и без работы у меня сеянцы наверное более сотни придется их всех высадить на косточку ну отдельное конечно разошлю друзья если бы не было этой толпаной границы я бы вам помог это же разослать по России за хорошие деньги вот Сергей продавал ну мизер потому что сам вынужден ну знаете Сергея Малышина сам вынужден хроновщиком работать правда хорошо зарабатывает а много ли в свободное время вырастет вот вырастет полсотни привитых две тысячи рублей ну умножаем вот вам уже сто тысяч российских вот ну еще немножко этих сельцев совсем немножко потому что у нас такой роскоши нету таких сумасшедших этих урожаев а мы на селье на селье порезали половина сдохла половина это там ну что 200 ну как-то было 900 косточек ну это же мелочь вот и практически не сеянцы не выращивают а сейчас любой бы если бы Сергея были бы сеянцы а его сейчас нет ни одного он бы продавал по тысяче рублей представляете как это было бы замечательно если бы по тысяче рублей ваше семь числи ну вы бы себе несколько лет миллионеров бы ставили ну вот эта долбанная граница чертова между нами я высылал книги вот знаете я в этот самый Деприд Петровск высылал книги то ли по зигу у меня есть такой у меня друг такой же друг как и вы вот по переписке ему 20 книг вышел через месяц вернулись книги обратно и мне пришлось вернуть ему обратно деньги за них вот и все расходы почта на меня возложил поступив японку вот это была последняя попытка с Украиной дружить обидно потому что на Украине вам не развернуться нужно скорее мир скорее вот а пока ну уже знаете я это самое всегда от души советую да пока растите это больше не разбазаривайте косточки растите эти самые сеянцы а там что с ним потом будет жизнь покажет вот потому что знаете что у нас творится миллионы этих самых персиков которые умирают все до единого с юга в Таджикистан в Узбекистан в Молдавии вот попадать даже с Италии еще до нас плюс вот после вебинара соберусь еще один фильм да прямо вот даже не буду ничего больше это говорить комментировать вот эту переписку нашу возьму и размещу в Ютубе даже как те два фильма вот не знаю поможет это не поможет чем черт а может быть граница она такая знаете когда мне показывали когда-то не фильмы а этих по телевидению одна сторона улицы с той стороны Украина с этой стороны Россия а между ними дорога вот даже так может быть и все это может быть можно перейти как-то ну контрабанда не контрабанда торговля торговля с Россией наладить ну что друзья закончилась третья серия надеюсь кто-то вы поняли а вдруг оказывается будет и четвертая вот это вот персики весна 21 года страшнейшая это я делаю как называется анонс вот делаю анонс четвертой серии небольшой фильм вот 21 год минус 27 градусов померзли персики напрочь канадские многие не свели еще сотни десятки сотни деревьев и пусть слабо но цвела цвели персики хасанские те самые те самые вот сейчас когда мой брат этот третий фильм смонтирует он умеется я сейчас выберу фотографию вот какую-то из этих а сейчас а наверное вот эту и пусть она красуется в этом фильме уже как сказать как это ну в начале когда-то музыка красивая вот нарядная вот вот он персик хасанский с Сибирь на Украину длинным путем попал